Не открыт 20 минут, сыграли команды в первом тайме. Вы смотрите матч розыгрыша Кубка Европейских Чемпионов. В Пухаресте местный клуб СТЯО принимает московский Спартак. Получил небольшое повреждение Черенков. Покинул поле, сейчас ему оказывают помощь. Судья делал замечание Черенкову. Нет, откровенно говоря, трудно объяснить, в чем вина Черенкова в этой ситуации. Во всяком случае, сейчас он уже на поле. И матч продолжается. 0-0. Кузнецов не дотянулся до мяча. Ну и румынский футболист. То есть дотянулся, но не сыграл так, как хотел. И румынский футболист пробил мяч мимо. Ворот. Хорошего играет Горделенко, передача мостовому. Хороший пас, я это имел ввиду. Ну вот, как не надо в пас играть, показывать нам сейчас Родионов. Иронизирует, потому что опытный игрок. Обнять чем надо дорожить. В каждой ситуации, в каждой. В одином случае вот. Начинавшаяся атака. Хозяев поля. Ошибаются спартаковцы. Хаджи. Знаете, против румынской команды играть можно. И увереннее, и успешнее, если самим наладить игру. Самим спартаковцам. Свою игру. Петреску. Хаджи. Нарушение правил. Судья усмотрел, что Суслопаров задел ногу соперника. После чего тот упал и назначил штрафной ворота московского «Спартака». Прикинем на глаз. Я думаю, 22-23 метра. По центру, почти по центру. Досаев дает указание левый угол от него закрыть стенкой. Пять футболистов в стенке. Там же румынский игрок. Становится в стенку. Ну, старый тот прием. Нам хорошо известный. Обычно удар наносится у своего же игрока. Тот уклоняется от удара. И вратарь закрытый. Вот таким образом. От мяча может пропустить его. Ну, Тосаев на месте. В принципе, так оно и было. Пока все нормально. Но вот следует передача в штрафную площадь. Румынские футболисты атакуют. Бубнов мяч сильно посылает на правый фланг. Там Шмаров. Ну, ему не надо сейчас торопиться. Сыграть надо в пас. Вот же даже подошел к нему Шалимов. Черенков. Шалимов. Стойка. Йован. И пасулька. Мостовой. Кузнецов. Горделенко. Игра рукой. Штрафной. Пауза небольшая. Сейчас Суслопаров бьет на место левого крайнего. В направлении Шалимова. У спартаковцев друг у Родиона, то Шалимова так оказывается впереди. В атаке. Но пока что эта неточная игра в пас не дает возможности спартаковцам организовать маломальские хотя бы одну приличную комбинацию, после которой бы понервничал вратарь. Ну вот сейчас удар по воротам. Тут варианты были. Можно было отдать мяч вдоль ворот. Там находился Родионов. Посмотрите. Ну, раньше надо было, видели? Чуть раньше. Значит, отказаться от мыслей вторично обыграть соперника, а быстренько обработать и левой ногой послать мяч в центр штрафной. Ну, если бы это удалось, конечно, было бы проявлено высочайшим мастерфон, и вовремя голевой момент. 0-0. 26-я минута. Первого тайма. Желтая карточка. Нашему футболисту строгий орбитр Росарио Лобелло. Ну, в общем-то, неизвестен. Хорошо в футбольных кругах этот судья. Он был на чемпионате Европы. щедр был на предупреждении там. Ну, так вот, если о клубе Стяо, 43 олимпийских золотых медалей завоевали члены клуба за 40 лет этого спортивного армейского клуба. 192 чемпиона мира и Европы. Победители Спартаке от дружественных армий в рядах этого клуба. Сейчас вот на летней Олимпиаде в составе румынской команды вообще было 27 представителей клуба Стяо. На их счету 9 олимпийских медалей, из которых 2 золотых, 5 серебряных и 2 бронхи. Вот, так сказать, согласитесь, внушительные успехи этого армейского клуба. Ну, а футбольный клуб, футбольная секция, как заметил один из руководителей клуба, конечно же, самая популярная и в рядах ее наибольшее число членов. 0-0. Матч из Тяо-Спартак. Лизнецов приходит тебя обыгрывать румынские футболисты, а дальше, дальше нашим надо играть, точно, Родионов, хорошо, бас к мостовому, на месте левого крайнего, Черенков открывается на месте тоже левого фланга, но удар предпочитает пасу. Мостовой иглкипер начал атаку. Стойка, пас на левый фланг, на месте правого защитника никого не было, страхует зону правого защитника суслопаров и удар от ворот. Ну, в принципе, конечно, если говорить строго, нет смысла держать в обороне лишнего игрока, если соперник играет двумя нападающими. Три против, нормально. Но в этой ситуации, конечно, надо быть свободному защитнику не очень внимательно. Кто из них оказывается в данной ситуации суслопаров или бубнов, тот и должен страховать фланги обороны, я имею в виду. Родионов, Кузнецов, Пасулько, на коротке разыгрывают комбинацию спартаковцы, но у них это не получается. Защитники на Чекупоре, Бубнов, Кузнецов, Горделенко, Родионов, неуверенно играл сейчас молодой спартаковец и контратака хозяев поля. Петреску с мячом под центр. Сейчас Пицунко не понял своего партнера, пошел на спряжение, да и спартаковцы сейчас так-то легко потеряли совершенно мяч. Петреску вновь в атаке и удар от ворот. 29 минут сыграли команды в первой половине встречи. Матч с Тяо Спартак в розовую кубку европейских чемпионов. Счет не открыт. Шаримов, пас налево Родионов. Поле отличное на стадионе Стяло. Немножко не расторопно действовал сейчас Шмаров. Горделенко или седьмой номер Декатуш. Декатуш пасует мяч назад. Хаджи. Рутарио пас налево. Досае выходит из ворот. Молодец дотянулся до мяча. И Горделенко. Хозяева поля вновь с мячом. Рутарио пасует назад центральному защитнику. Думитреску. И сам Думитреску пошел вперед. Пас назад. Досаев бросает мяч. Хаджи. Остал аккуратненько надо же нашим сейчас действовать. Вы знаете, я думаю, что успеет сделать передачу девятому номеру Пицурки Хаджи. Но хорошо, что отпустил. Потому что Пицурка находился в выгоднейшем положении. в выгоднейшем в выгоднейшем в выгоднейшем центре на своей половине пока, но тоже теряет мяч. Ротарио, Горделенко, Шалимов, Пасулько. вытолкает спину, Пасулько остается с мячом. Арбитров не дает свиска, потому что спартаковцы по-прежнему владеют мячом. Кузнецов. Некатуш. Здорово сыграл. Некатуш с мячом. Опасное положение. Удар вдоль ворот. И счет открыт. Мне все-таки показалось, что Ринату Тасаеву может быть и не надо было в этой ситуации выходить из ворот. Ну и естественно там, посмотрите, не опасно еще было и броска в ноги не получилось. Беспрепятственно передал мяч в площадь ворот румынский футболист и никто из спартаковцев не сумел помешать. сопернику послать мяч в сетку ворот. Думитреску? Я просто еще раз уточняю здесь. Подумал, что Думитреску оказался раньше у мяча. Вот Думитреску на 33-й минуте добивается успеха. Спартаковцы проигрывают. 0-1 удар издали. Тасаев кончиками пальцев дотягивается до мяча и отводит угрозу. Хорошо одна из фланговых атак хозяев поля увенчалась голом. Вроде бы ничего такого опасного поначалу и не было. Сходы бил стойко. 1-0 Ну, конечно, здесь все пытались строить прогнозы относительно исхода этой встречи. Просто-таки допытывались у игроков и тренеров обеих команд. Ну, какой же счет все-таки будет? Кто победит? Конечно же, болельщики Стяо ставят свою команду. Поклонники Спартака сюда приехали болельщики Спартаковского клуба. Туристы их немного, но, тем не менее, они есть. конечно же, верят в то, что Спартаковцы выступят успешно в этом поединке. Стратегия вот этих двух матчевых поединков европейских турнирах и определяет тактику в каждом отдельном матче. Не проиграть на поле соперника максимальная, так сказать, задача, супер-максимальная выиграть, если все получится. хаджики поворотом, губнов сбивает мяч, стойка, Йован, опасная игра, свободный. Как будто бы темп матча не высок, но вот все-таки территориальное преимущество на стороне хозяев поля, и они чаще атакуют, чаще владеют мячом, ошибаются тоже так же, как и спартаковцы, но вот все-таки, все-таки преимущество имеют футболисты стяо. Хаджи, удар издали, Досаев забирает мяч, руки в мяч, попал в ногу у спартаковского игрока, потеряв силу, оказался в руках Досаева. Родионов, Петреску. Преимущество хозяев поля еще объясняется и тем, что спартаковцы все-таки частенько мяч теряют. Не точно играют укусы. Это каждый раз новая атака соперника, значит, он владеет инициативой, значит, надо снова отбирать мяч, тратить силы, удар издали, ох, какой опасный удар Хаджи нанес. Мне как раз рассказывали, что вот удар их отжимы очень опасный. Ему одинаково бить что с дальней дистанцией, что с близкой, причем владеет ударами как левой, так и правой ногой. Нарушение правил штрафной, выполнят спартаковцы. 1-0 впереди клуб Стиалова. Что там? Горделенко ведет мяч в игру, штрафной бьет, Родионов, и Родионова наказывает судья, показывает, что тот играл не по правилам, сыграл опасно в борьбе за мяч. Пилотедичи, очень талантливый футболист, защитник центральной изборной Румынии, клубостя шестой номер. 24 года. Родионов, пас Пасулько, точенько надо было сейчас и остановить четко мяч и точно действовать дальше или уже наносить удар поворотом, а сзади находился партнер контратака хозяев поля Лека Пуш. Хорошо играет Лека Туш на правом планке угловой хозяев поля. Шесть минут остается до окончания первого тайма. Спартаковцы проигрывают 0-1 на 33-й минуте гол забил Думитрэш. Стойка. Хаджи. Петреску. Йован отдает мяч Лекатусу. Хаджи. Ротариум. Снова Ротариум. Белодедич. Йован. Лекатус уже на правом планке. Технічный ловкий игрок. Стойка. Хаджи. Белодедич. Все в порядке. Можно продолжать атаку и с мячом мостовой. Пасулькина на месте центрального нападающего. Передача следует Кузнецову. Кузнецов идет вперед и легко расстается с мячом. Родионов. Передача Пасулькова. Ну вы знаете в центре выиграть у центра защитников Сяо очень сложно. Во-первых хорошо прыгают. Все высокого роста. Цепкие защитники. Практически это все оборона сборной Румынии. Ротарьев. Удар издали. Суслопаров принял мяч на себя. Суслопаров. Черенков. Пасулька. Родионов. Черенков. Родионов толкнул соперника. Раздался свисток судьи и три минуты до окончания первого тайма 0-1 Спартак проигрывает в Бухаресте футболистом Стяуа. Гуряну. Хаджи. Обратили внимание как много работает все-таки этот игрок 10-й номер. Много перемещается по полю. Сути дела через него вся игра идет. И сам способен нанести удар с любой дистанции. Кузнецок. Идача направлена Шмарову. не в ту сторону закручивал мяч Спартаковец отдавая его Шмарову. Мяч должен прийти к Шмарову, а не уходящему пасу. Надо было посылать мяч вперед. В этой ситуации игрок и овладел мячом. И вот атака снова хозяев поля. Петреску. Тосаев выбивает центр обороны. Там ни одного товарища по команде. Пас назад в штрафную. На первый взгляд спартаковцы спокойно играют, но проигрывают 0-1. Больше времени проводят в обороне. Удар от ворот. Суслопаров выполнит удар. Пасулька. Мостовой. Родионов. Пасулька. Пас на правый фланг. Спартак в атаке. Угловой Спартак подадут в правом фланге. Черенков это сделает. Пять игроков Спартака в штрафную площадь и вижу, что Суслопаров пошел в штрафную площадь. Умеющий сыграть головой. Ну-ка, подача. Вратарь выходит из ворот. Вратарь высокого роста. Примерно почти метр девяносто. Хаджи демонстрирует технику остановки мяча. Диагонального паса. Смотрите, метров на сорок точном. В атаке хозяева поля. Спартак пока нанести удар не дают. Лекатуш заканчивается первый тайм. Нарушает правила мостовой. Подбегает к месту нарушения судья. мостовой показывает, что он ничего такого не сделал. Борьба была за мяч обычная. Судья, тем не менее, внушение на всякий случай спартаковцу сделал. Вот, посмотрите, уже сорок шестая минута идет на табло. Хаджи Йованд бросил мяч за боковой. Петриевску. Декатуш опасно. Удар. Молодец, Досаев. Ах, какая умница, а. На последних секунд матч розыгрыша Кубка Европейских чемпионов местный клуб СТЯО принимает московский Спартак. Спартаковцы проигрывают пока 0-1. На 33-й минуте этот единственный мяч провел Думи Треску. Восьмой номер команды СТЯО. Случилось это в пересказе так. На правом фланге Лекатуш обыграл нескольких защитников московского Спартака. Я говорю, несколько, там было три игрока. Затем последовал рывок в штрафную площадь. Досаев вышел навстречу, но не сумел помешать Лекатушу сделать точную передачу в площадь ворот. И никто из спартаковцев в свою очередь не смог помешать Думитреску пробить по воротам. Вот так был открыт счет. откровенно говоря, ситуация эта ведь развивалась таким образом, что не должно как будто было бы быть голым. Просто невнимательно в том эпизоде сыграли спартаковцы при защите своих ворот. Сейчас вновь атакуют хозяева поля. Одни все-таки имели преимущество в первой половине встречи. И за счет более активной игры и перемещений более точного паса это раз. И во-вторых преимущество это было еще и от того, что сами спартаковцы очень часто мяч теряли. Причем ситуация когда не надо было этого просто-напросто делать. Вы понимаете, говорят, попросту и без затей. В общем, пока мы терпим поражение. Одним словом. Замена произошла в составе московского «Спартака». Появился на поле Андрей Иванов двенадцатый номер судит сегодняшнюю встречу арбитр из Италии Росарио Лобелло. Строгий судья уже несколько желтых карточек показал в первом тайге. «Спартак» в первой половине отвечал эпизодическими контратаками, но до удара дело не доходило по воротам, потому что все-таки не было того самого удобного, хорошего, нужного последнего паса. Посмотрим, какие корректировы несли «Спартаковцы» в игру во втором тайме. Замена в всяком случае одна уже состоялась. «Хаджи» и «Досаев». В чемпионате Румынии последний тур прошел 12 октября. «Хаджи» в октябре. Для чего сборной Румынии сыграла отборочный матч чемпионата мира в команды Болгарии, выиграв 3-1 в Софии. И дальше в клуб «Стяо» и две другие румынские команды продолжили подготовку к играм в европейских гол-турбии. Сорушение правил штрафной. Сейчас в чемпионате Румынии лидируют две команды «Бухаревская Динамо» и «Стяо» соперник сегодняшнего московского «Спартака». Обе команды набрали по 20 очков после 10 встреч, не потеряв ни одного очка, как вы обратили внимание. Но заметим, 44 гола вы представляете в 10 играх 44 гола забили футболисты Бухаревского «Динамо». 10 только пропустили. Игроки «Стяо» провели 29 мячей и 12 пропустили. Вот по разнице забитых пропущенных мячей они занимают вторую строчку в турнировой таблице в чемпионате Румынии. На 7 очков уже отстают от них футболисты команды «Виктория», с которой играет «Минская» «Динамо». В соревновании за кубок у «ЕПА». Вот опасный момент. Единственный пока что в сегодняшнем матче созданный «Спартаковцами». Черенков после подачи «Пасулька», посмотрите, великолепный, не очень сильно пробил нижний угол и вратарь «Сильвию Лунг» парировал мяч на угловую. «Спартаковцы» ход подавать. Удача. Пицурка. Думитреску. Лекатуш Положение вне игры Спартаков сливает мяч в игру В первом тайме я обращал ваше внимание на игру Пицурки Девятого номера Он действительно достоин того, чтобы понаблюдать за его игрой Вот он сейчас пасует мяч, получает от партнера Хаджи Опытнейший футболист Десятки раз защищавший цвета национальной команды Игравший еще в составе клуба Стяо Когда клуб стал обладателем Кубка Европейских Чемпионов И Супер Кубка Но вот в этом матче, в первом тайме Все-таки спартаковские защитники не дали ему возможности развернуться как следует Но зато заметным был Хаджи 10 номер и Лекатуш 7 Кузнецов Пасулько Кузнецов Пас-центр Шмаров Удар Не точно Лук вводит мяч в игру Спартак Будет бросать мяч за боковой Пасулько Кузнецов Пасулько Передачу в борьбу Белодедич В последнем матче национального первенства Стяо выиграл у команды Рапид 2-0 Один из мячей забил Белодедич И местные обозреватели Назвали Рассказывая об этом эпизоде Сказали, что он забил элегантный мяч Подчеркивали причем Видно элегантный Даже фотографию в газете Спорту Спортивного издания Вот как раз в эпизоде Когда Белодедич забивает Второй мяч у порота Рапида В атаке Стяо Пас на правый фланг Градиленко Мяча раньше Все по правилам Спартаковцы начинают атаку Передача Черенкова Черенков в центр Партнеру Шмаров торопится явно А если надо было отдавать То только на левый фланг В одно касание Но сделать такую передачу Было ему непросто Надо было остановить мяч А затем уже пасовать Пицурка Оригинально сыграл Лекатуш Хороший правый фланг Правый край вернее Стойка Капитан команды Лекатуш Седьмой номер Много хлопот доставляет Этот футболист Спартаковским защитникам Опасная передача Петреску надо атаковать Ну Хорошо что Бубнов Оказался на месте Но нельзя же так допускать До самых ворот соперника 54-я минута Второго матча 1-0 Впереди хозяева поля Подача Стойка Бубнов Горделенко Пасует Точно мяч на ногу Сопернику Касая должен выйти За рот Опасно Стойко Вытянул ногу И мог нанести травму Извинился И Судья молодец На чеку был Свисток арбитра За опасную игру Суслопаров Идет мяч Посолька на месте Правого защитника Один здесь А судья предупреждает Суслопаров Чтобы тот Быстрее начинал игру Не тянул время Иначе последует предупреждение Шалимов Ну в простейших ситуациях Просто Он теряет Спартаковцы мяч И довольно часто Петреску Лекатуш Хаджи Стойко Йован Лекатуш Здорово сыграл Правда ли? И Суслопаров Молодец Рассказал Моя соперника Выбил мяч За боковую Петреску Бросает За боковой Дали от нас С противоположной Трибуны Одиннадцатая минута Второй половины И Спартак Нарушает Правила Дальше Вот из таких Микроэпизодов И складывается Игра В пользу Соперника Потеря мяча И Нарушение Частых Правил И замена Еще одна У спартаковцев Девятый номер Покидая поле Девятый номер Игорь Поваляев Удар Несильный Поворотом Я думаю Что Игорь Поваляев Будет играть На месте Правого Защитника Вы помните Мы размышляли С вами На тему Игры В Воронье Московского Спартака И вот Как они действуют На месте Правого Защитника Мне не очень Нравилось Вот опасный момент Удар 2-0 Хаджи Забил Все-таки Свой гол Он провел Мяч Между прочим И в последнем Матче Национального Первенства Ну вот так Совершенно Спокойненько Дали спартаковцы Этому футболисту Выйти на ударную Позицию Посмотреть Где находится Засаев Оценить ситуацию И словно На тренировке Точнеконько Послать Мяч Ворота 2-0 Это мне уже Совсем не нравится Откровенно Это уже Тревож Все-таки Ставка Только на оборону Не лучший вариант Игры В таком матче Тем более Что Спартак Умеет атаковать Заменили Нападающего Защитником Тренеры Укрепляя оборону Но не помогло 2-0 Впереди Хозяева поля Несильный удар В угол Пробил поворотом Шалимов Унгуряну Унгуряну Купостяо Более Более Решительной Я бы сказал Игры Более жесткой Скоростной И вот игра В такой спокойной Манере Даже я бы сказал Неторопливой Точно Точно разыгрывает Мяч И вот за счет Точного Только Всего-навсего Пассель Сумели провести Два гола С ворота Спартака Вы знаете Даже ловлю себя На мысли Что играли Они В первом тайме И играют Во втором Скорее всего Даже в стиле Спартаковцев Забыгивают Спартаковцев Их же оружие Может быть И был Это тот самый План О котором Говорил Тренер На пресс-конференции Клуба СТЯО Ответ Уже в Москве Тот нам еще Предстоит увидеть А этот уже Мы так сказать Себе В полной мере Мы представили И видим Что Спартак Терпит поражение 0-2 Суслопаров Теряет мяч Пиццука Не получился Удар Пяткой Шестнадцатая Минута Второго тайма И так На 33-й Минуте В первой Половине Туми Треско Открыл счет На 12-й минуте Второго тайма Хаджи Увеличил счет Толчок в спину Нарушение правил Штрафной Спартаковцы Выполнит удар Суслопаров Пробьет Кузнецов Иванов Шалимов Кузнецов Пас Центр Пасулька Не игры Исток суди Удар поворотом Не точный Но раньше Уже игра была остановлена Русарь Лобелла Пришел Даже Вот На половину Поля С Тяо И показал Вот Какого места Должны Увести В игру Футболисты С Тяо Мяч в игру Уже Игра продолжается И Гурянов Послал Мяч вперед Ошибся Мостовой Шалимов Нет Ну рано Конечно же Отдавал Шалимов Мяч Это еще По центру Туда же Не ворвался Еще Пасулька А Ситуация Была Благоприятной Опасно Могли Атаковать Ворота Спартаковцев Если бы Все это Получилось Так Как Надо Думитреску Белотедич В национальном перерасте Белотедич частенько Подключается к атакам Своей команды А вот в этом Матче действует Строго В обороне В месте Центрального защитника Сейчас Черенков Не сумела Выграть Двух Соперников Стойка Петреску По штрафную Нет Не игры Показывает Судья Опасный момент Хорошо Сыграл Бубнов Хаджи Пьет Издали Не игры Конечно Не игры Явный Опсайд Так что Здесь Посулька Не надо даже Возмущаться Просто он Не оценил Ситуацию Вот поэтому Подошел Арбитр Росарио Лабел И Переговорил Они поняли Друг друга Посулька И итальянский Судье Друг друга И передача На правый фланг Лекатуш Пришел до помощь Градиленко Суслопаров Нелегко Приходится Молодому Защитнику Московского Спартака В борьбе С Седьмым номером Стиалом Техничный игрок Хороший Триплинг Причем Вот что Не просто Берет игру На себя А именно Тогда Когда это Необходимо Снова Толкнулся Пину Нашего Игрока Футболист Шалимов Мостовой Уже Так сказать Решил Сделать Сам Внушение Сопернику Обидевшись На того За то Что тот Упал После того Как Мостовой Толкнул Его В спину Штрафной Выполнят Футболисты Стиалом Это Опасно Если учесть Что в составе Команды Стиалом Прекрасно Он владеет Утаром Хаджи Десятый Номер Пицурка Если он Будет Бить Девятый Номер Стойка Великолепно Выполняет Штрафные Но я думаю Что это будет Хаджи Своим Коронным Ударом В левой И четвертый Номер Подошел сюда Йован Мощный Игрок Защитник Девять же Метров Вот удар Мяч попадает В стенку Бил стойко Теперь Хаджи Наносит удар Но не точно Надо было быть Конечно Досаеву Внимательным Предельно В этой ситуации Во-первых Близко Доворот Было Во-вторых Ему надо было Все-таки Предугадать Кто же Из игроков Нанесет удар Хаджи Или стойко Потому что Спартаковцы Знают Кто из Соперников Выполняет Штрафные Но кто В данный момент Это Читье Досаеву Подсказать Ну все Пошлось Нормально Пока Что в том Эпизоде Но не нормально В целом 0-2 Спартак Проигрывает Черенков Поваляев Кузнецов Мостовой Конечно Спартак Сегодня играет Хуже Нежели В матче Против Киевского Динамо А мог бы Играть И лучше Тем более Соперник Мне кажется Это позволяет Но что-то Вот не выходит У Спартака В первую очередь Конечно Спартак Уступает И в движении Хотя и темп Невысок Может быть Таки Действительно Усало Сказалось От того Матча Опасно Опасный момент Ну Спокойно Спокойно Я им Конечно Подсказывал Досаеву Посмотрим Еще раз Вот Лекатуш Выходит С мячом Запутался Откровенно Говорят Досаев Пытается Как-то Обогнать Его Уйти От столкновения Оба падают Судья Находит Что было Нарушение Правил Со стороны Нашего Голкипера И назначает 11 метровый К мячу Идет Все тот же Хат 60 номер Да Лекатуш Конечно Сделал Практически Всю игру Седьмой Итак 11 метровый Удар Гол 3-0 Здорово Пробил Конечно Посмотрите Самый Угод Даже Если бы Досаев Угадал Направление Полета Мяча Парировать Голуб Невозможно 3-0 3-0 Не Свою Игру Играет Спартак Не Свою Потому Что 0-3 Проиграл Нет Игры Замена В составе Команды Стяо 16 номер Палент Вышел На поле Ну это Вы знаете Интересный Даже Игрок Хотя Потому Что Можно О нем Рассказать Любопытную Историю И у него Отец Был Тоже Известным Румынским Футболистом И В те годы Когда Блистал Пеле Когда Родился У Балента Сын Он Его Назвал Пеле Но В то же Времени Согласились И близкие Родные И еще Назвали Его Гаврилой Так Вот Гаврила Пеле Балент Ему Больше Нравится Он Говорит Зовите Меня Пеле Ну вот Мечтал Отец Чтобы Футболистом Стал Сын И мечта Его Осуществилась Балент В составе Стяо Играет И в национальном Перестве Вот Сейчас Вышел На замену Матча Против Спартака В розыгрыше Кубка Европейских Чемпионов Шестнадцатый Номер Спартаковцы Выполнили Штрафную Футболисты Стяо Всей командой Пришли В свою Штрафную Площадь Все бросились На защиту Своих Ворот Иванов Там Высокого Роста Против Него Играет Белотеневич Просто Руками Держит Судья Рядом Стоит Все Видит Даже Не делает Замечания Рубинскому Футболисту А вот Сейчас Только Решил Переговорить Они Даже Пожали Друг Другу Руки Белотеневич Иванов А удар Бубнова Был Выше Ворот 72 Минута Матч 0-3 Спартак Проигрывает Ну Теперь Это уже Терять Вообще Нечего Как Мне кажется Спартаку Надо Все-таки Подумать О воротах Соперника Хотя Было Оставшееся Время Сыграть Так Как Спартаку Лекатуш Игорь Деленко Хозяева поля Ведут Мящего Груза Боков Любителям Статистики 33 Минута Думитреску Открывает Счет 57 Минута Наджи Увеличивает Счет 69 Минута Он же С 11 Метрового Доводит Счет До 3 0 Нарушение Правил Конечно Было Непонятно Почему Судья Среагир Белодедич Катариум Хаджи Удар Издали Ну Показалось Хаджи Что Утасая Не уверен В себе В этом матче Может быть Расстроен От того Что Три Меча Уже Побывало В его Сетке Иванов Готариум Белодедич Думитреску Белодедич Йован Рутариум Семьдесят Четвертая Минута Поединка Унгуряну Поваляев Неверно Атаковал Соперника Ну Теперь все же из-за того Как Спартак Сыграет в ответном матче 9 ноября Я в Москве Сумеет ли отыграться Разумеется Вот в чем вопрос И кстати Спартак Ни разу Не пропускал В этом сезоне Три Меча Стойка Мостовой Кузнецов Пас направо Поваряев Думитреску Его преследует Шалимов Белодедич Хаджи Состязание в скорости Хаджи Против Бубнова Бубнов Оказался Проборнее Кузнецов Пасулька Мостовой Справа Иванов Пас в одно касание Сопернику Соперник Отмечает любезностью На любезность И стойка Рутарио Валент Не игры Вне игры По сулькам Не игры Свистка Арбитра Не слышит Забивается Таким Мяч Ворота Стяо Получает Тут же Предупреждение Отцар И остается 15 минут До окончания Матча Судья Не прощает Малейшего Неверного поведения Футболистов на поле Ингуряну Знаете Наблюдая за игрой Все время Создается впечатление Что На одного Двух Игроков В каждом Из эпизодов Больше В составе Команды Стяо Все это за счет Движения И точного паса Что Спартаку Не удается До сего времени Не удается Остается совсем Не так много Хотя бы Один гол забит Единственная Надежда В этой встрече Она улучшит Он улучшит Этот гол забитый Конечно же Положение Спартака 0-3 Хотя В футболе Примеров много Как команды Отыгрывались Вот опасный момент Вот сейчас Пасулька мог Отличиться Но судья Поднял Руку Все-таки Удар от ворот Или Оффсайт Оффсайт 79-я минута Матча Белодетич Впрочем Я обратил внимание Белодетич В тех случаях Когда он владел Мечом Ни разу Его не потерял В центральной защите К шестой Иванов Иванов Ну конечно Сейчас уже Не спешат Хозяева поля 3-0 Их устраивает Они уверены В себе Ротариум Переводит мяч Направо Петреско Петреско играет В борьбе за мяч Головой Спартаковцы Прописки Ни разу Не выиграли Защитников Стяула Свисток Опасная игра Бросок В ноги Тоже Двумя ногами Опасно Очень опасно Это тот Самый прием За который мы часто Критикуем Наших вратарей Которые Изменили Настоящие Вратарские Привычки Бросаться на мяч Руками Пасулька Мостовой Черенков Знаете Иногда словно Не понимают Словно Впервые Друг с другом Встретились Спартаковцы Это иногда Возникает Даже вопрос Неужели Столько Сил Было Отдано Матчу С Киевским Динамо Что так И не Восстановились Футболисты Спартака Потому что На себя Сегодня Просто Не Похоже Не Игры Нет Пасулька Забивай А что Все-таки Не игры Или удар Отворот Судья Судья Показывает Удар Отворот Значит Пасулька Не был Не игры И вот Вы видите Уж Чересчур Технично Хотел Виктор Мяч Забить В ворота Стявого И Переусердствовал Здесь Нужен был Просто Точный Удар В 3-1 Было бы Легче В ответном Матче Все-таки Гол Было Забит На поле Соперника Будет ли Еще Такой Момент Риторический Вопрос А до Конца Матча Остается 8 Минут 7 Семь с половиной Минут Остается До окончания Матча Московского Спартака С румынской Командой Стявого В Бухаресте Спартаковцы Терпят Поражение 0-3 И пожалуй Вот У них За все Время Этой Встречи Было Лишь Ну Можно С некоторой Долей Условности Сказать Два Голевых Момента Два Два Момента Перебросил Мяч И через Вратаря И через Ворота Не попал Ворота Счет Был бы 3-1 3-1 В пользу Стявого Это уже Конечно Было бы Легче В ответном Матче Но пока 3-0 Впереди Хозяева Поля И сейчас Они Вносят С мячом На половине Поля Московского Спартака Следует Передача Назад В линию Обороны Потом На правый План Лекатуш Лекатуш Конечно Сегодня Сыграл Блестяще Этот матч Так же Как и Хаджи Десятый Номер Лекатуш Седьмой Хаджи Десятый Спартаковцы Не часто Гостили На половине Поля Стяуа И не часто Угрожали Воротам Утунга Потому И голевых Моментов Всего Так Шутку Говоря Полтора С натяжкой Можно Назвать Два Голевых Эпизода Создали Московские Спартаковцы И это За весь матч Конечно Они на себя Сегодня Не похожи Как-то Очень робко Провели Матч Словно И сил У них Нет И не Осталось После Матча С Киевским Динамо Который Они провели С таким Плеском Так же Как и Киевский Динамо Спартаковцы Выиграли 1-0 Ну вот В сегодняшнем Поединке Ничего Не могут Поделать Ни с тобой Ни с соперником Проигрывают 0-3 Футболисты Стяо 13-кратные Чемпионы Румынии 16-кратные Обладатели Кубка Обладатели Кубка Европейских Чемпионов Довольно Таки Легко Побеждает Спартак Разыгрывают Интересные Комбинации Вот сейчас Переводят Мяч На правый Сланг Проходит Угол Штрафной Площади Петреска Еще Передача К линии Ворот Удар Штрафную Подставляет Голос Суслопаров Мяч Уходит За пределы Поля Еще одна Замена В составе В составе СТяо 15-й Номер Беллан Выходит Сейчас Войдет В игру Судья На линии Подбегает К центру Поля Сейчас Проверит Шипы Выходящего На поле Игрока Румынской Команды По две Замены Провели Тренеры В командах Ну в общем-то Наши Укрепляли Больше Оборону Здесь уже Румынские Тренеры Просто дают Возможность Поиграть Всем Игрокам По положению Так сказать В этом матче Впереди Еще ответный 9 ноября В Москве Конечно же Спартаковцам Будет очень И очень Нелегко Отыграть Эти три Мяча Пропущенные В первой встрече Здесь В Бухаресте В прохладную Ветреную Погоду Проходит Этот матч Хотя Сейчас И выглянуло Солнышко Ночью Прошел В Бухаресте Снег Очень резко Изменилась Погода За эти Последние Два дня В понедельник Еще Было Солнечное По-настоящему Тепло 16 градусов 17 было На солнце Даже было Темплее И спартаковцы Вот в эту Как раз Погоду И тренировались Вот удар Поворотом Самоопаснейший Удар Кто же Это Бил Белотедич Белотедич Центральный Защитник Все-таки Однажды В этом матче Но появился У ворот И нанес Удар опасный Надперекладиный Мяч Пролетел Мимо А в целом Строго Очень сыграл В обороне Шестой номер Румынской Команды Игрок Сборной Румыни Ну в частности В сегодняшнем Матче выступает 9 игроков Национальной Команды Румынии Всего 10 Футболистов Этого клуба Входят в состав Румынской Сборной Самый популярный Клуб В Румынии Ну и на Очень хорошем Счету На международной Арене 4 минуты Остается До окончания Этого матча 3-0 Выигрывает Стиалла У московского Спартака На великолепном Футбольном Поле Голы 11-ти метровый Назначил Судья Ищи Вернее Ситуация Которая Возникла В штрафной площади В результате Который Досаев Нарушил Правила Возникла После того Неверно Сыграли Два Центральных Защитника Как говорят Футболисты Проварились То есть Вышли Вперед Назад Не вернулись Декат Уж Рванулся По центру Поля По центру Вперед Получил Мяч Вышел Один на Один Бросился В ноги Досаев Сбил Соперника С ног Вернее Даже Оба Упали Судья Назначил 11-ти метровый Сейчас Досаев Как-то Неловко Упал Поскользнулся А так Как мы знаем Что у него Полит колено Он играет С наколенником Довольно-таки Часто Сейчас Остановлена Игра И Доктор Команды Оказывает Помощь Капитану Команды Московского Спартака Ринату Тасе Так что-то Все-таки Получилось Рука Болит У Досаева Или Нога Потому что Он и прихрамывал Тут же Перчатку Сейчас Снял Ну ладно Как бы то ни было Досаев Продолжает Матч Судья Конечно Добавил Время Теперь Мы уже Будем Ориентироваться Только На него А если Говорить О времени На топло То Сейчас Уже пошла Последняя Минута На Электронном Секундомере Хаджи Смечом В атаке Футболисты Стяова Нарушение Правила Сосарда Иванова Штраф Вместо Правого Крайнего Там Вдали От нас Противоположные Трибуны Удар Выполнят Футболисты Стяова Упал На газон Лежит Йован Четвертый Номер Команды Стяова В общем Матч подходит К концу Спартаковцы Его проиграли Будем Откровенны Честны По всем Статьям Соперник Был В этой встрече Сильнее Явно Сильнее Но Во многом И от того Что Спартак Провел Конечно Матч Явно Ниже Своих Возможностей То есть Спартак Не был Спартаком Будем так Говорить Йован Хозяева поля Держит мяч Сейчас То есть Перепасовывается Им В линии Обороны Передача Центральному Защитнику Там Отошел Назад Еще Туми Треску Восьмой Номер Игрок Средней Линии Поля Получил Мяч От партнера Сыграл С вратарем Дунг Дунг Бросает Мяч Белодедич Белодедич Обозвращает В штрафную Площадь 3-0 Конечно Крупный Счет Чего там Говорить Он конечно Устраивает Футболистов Стяо Бубнов Отпасовывает Мяч Суслопарову Суслопаров Играет Центральный Круг Пока Спартаковцы Владеют Мячом На своей Половине Поля И тут Свисток Арбитра Матч Окончен Футболисты Стяо Нанесли поражение Московскому Спартаку В первом матче 1-8 финала Розыгрыша Кубка Европейских Чемпионов Со счетом 3-0 Голы Забили Думитреску И 2 Хаджи И на этом Мы заканчиваем Наш репортаж Организованный Советским Телевидением Комментатор Владимир Маслаченко Всего доброго Матч 1-8 финала Розыгрыша Кубка Европейских Чемпионов 13-ти кратный Чемпион Румынии 16-ти кратный Обладатель Кубка Румынии Арбейский Клуб Стяуа Против 11-ти кратного Чемпиона Страны И 9-ти кратного Обладателя Кубка СССР Московского Спартака Необыкновенный Интерес К этому Матчу В Румынии Хотя и другие Румынские клубы Сегодня играют В европейских Турнирах Но Команда Стяуа Здесь на Особом Счету Так же Как и Футбол Спорт Номер Один В Румынии Поэтому Только и разговоров Было Что о Предстоящей Встрече К тому же Еще Встречи Румынской Команды Стяуа С московским Спартаком О котором Здесь очень И очень Высокого Мнения Руководители Клуба Стяуа На пресс-конференции Накануне Этого Поединка Сказали Хорошо бы Было Если бы Наши Команды Встретились Чуть-чуть Попозже В этом Очень Престижном Соревновании В соревновании За кубок Европейских Чемпионов Ну что ж Такова Воля Так сказать Шрепия И Ничего не Поделаешь Придется Сыграть Этот матч В одной Восьмой Финал Конечно же Обе команды Избрали И Тактику На сегодняшний Поединок И С прицелом Уже и на ответный И тренеры Румынской команды Прямо На пресс-конференции Рассказывали о том Что они Специально Готовились По одному Плану К этому Поединку И моделировали Игру Уже со Спартаком В ответном Матче 9 ноября В Москве Вот как Подходят К каждому Такому Событию Наставники Команд Которые Участвуют В этом Турнии Также Готовились И московские Спартаковцы Впрочем Как вы помните Они Провели Отличный Матч Так же Как и их Соперники Киевские Динамовцы В чемпионате Советского Союза Мы долго Еще будем Вспоминать Ту встречу И вот Я задал Николаю Петровичу Старостину Начальнику Московского Спартака Всего-навсего Один вопрос Послушайте Как себя Спартак Чувствует После успеха Родки Сландинава Перед этим Матчем Я думаю Что это Подняло Психологическую Сторон Игроков Немножко Конечно Не подустали Но Важность Игры Должна Эту Усталость Снять Ну что ж Важность Этой Игры Должна Устало Снять Будем Надеяться Что Спартаковцы Проведут Первую встречу В гостях На высоком уровне Грозный У них Соперник Вот уже Угловой У наших Ворот Надо было Ожидать Что именно Вот так Начнется Эта встреча Румынские Футболисты Вновь В атаке Удар Поворотом Защитники Принимают Мяч На себя Спартаковцы Сегодня Второй номер Тур 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 Арканхел Вся бригада Судей Из Италии Италии Остался Сохранить Мяч Но Вынужден Был Выбить За боковую Линию Впереди У спартаковцы Сейчас Только Родионов Все остальные Отошли К своей Штрафной Площади Первые Минуты Матча Конечно Предстартовое Волнение Чувствуется Вот сейчас Будет удар Поворотом Наверное Все-таки Опасный Момент Удар Поворотом Мяч Летит Мимо Стадион На котором Обычно Играет Армейский Клуб Стяло В чемпионате Румынии Заполнен Путро Отказа Счет Пока Не открыт 0-0 Пятая Минута Первого Тайма Промфлангом Сейчас Пытается Организовать Атаку Румынские Футболисты Ну Спартак Пока Держит Оборону Пока Держит Оборону А надо Наладить Игру Хотя бы Уже В среднем Поле Немножко Подержать Мяч Этот Первый Натиск Румынских Футболистов Счао В переводе С румынского Звезда Вот Болельщик Конечно Верит Счастливую Звезду Своего Клуба Который Уже Был Однажды Обладатель Кубка Трапевских Чемпионов Выиграл Супер Кубок Динамо Мостовой Пасулька Песнецов Пасляла Родионову Висок арбит Сладела Судья На линии Поднял Влажав Положение Рыбола Вот В этом Месте Паслял Родиона Паслялся Я вижу Как черенков Защитников У Спартака Сейчас Четыре Защитников Вместе С Черенковым Подача Толго Толго Сыграть Головой Мостовой Мне кажется Спартаковцам Надо Необыкновенно Сегодня Дорожить Мечом За всех сил Стараться Добыть И дорожить Им подчеркиваю Это Потому что Хозяева поля Конечно же Будут Постоянно Стремиться К атаке Ворот Московского Спартака И их Натиск Можно Держать Вот Только Таким Вот Образом Точным Пасом Удар Издали Рената Саев Здесь Необыкновенно Популярен Его просто Таки Атаковали Журналисты Комментаторы Телевидии И радио Купрезе Московского Спартака В понедельник Пухарест Спартаковцы Провели тренировку Когда спартаковцы Прилетели Сюда Была Прекрасная Солнечная Погода 16 градусов Тепла Во вторник Уже Появились Тучи Ночью В ночь На Среду Выпал Снег Резко Похолодало Ветрино Сейчас Три Градуса Тепла Хозяева поля В центре С мечом Маневрирует Заметно Это Много Перемещается По полю Пытается запутать За защитников Московского Спартака Пас налево Не трудно было предполагать Что фланги Используют Сегодня Футболисты Стяо Удар Издали Точно Удар Отворот Билл Хаджи 10 игроков Клуба Стяо Входят Состав Национальной Команды Румынии Но лишь Пятеро Из них Играли В недавнем Отборочном Матче Чемпионата Мира С командой Болгарии Причем В гостях Выиграли Румынские Футболисты Ну вот что интересно Пять игроков В составе Сборной Румынии Было Из Бухарестского Динамо И Пять Из Клуба Стяо Так вот Ни один из игроков Стяо Не добился успеха В той встрече Не забил гола А вот Все три Было на счету Футболистов Бухарестского Динамо Два из них Провел Каметару Один из самых Популярных Игроков Румынии В центре Неплохо Компинирует Хозяева поля Действует легко Технично Нарушение Правил Перед Нгуряну Игроки Средней линии Поля Румынской Команды Конечно же Активны В атаке Так же Как и Те кто Составляет Вообще Линию Атаки Обратите Внимание На 9 номера Пицурку Опытный Игрок 32 года Ему Сейчас Стяо Это Действительно Сплав Молодости И опыта Немало Футболистов Которые Уже Перешагнули 30-летний Рубеж Много игроков Команды Стяо Удар Издали Достаев Отбивает Мяч И угловой Слева Четыре игрока Румынской команды В штрафной площади Суслопаров К атакам И Не всегда Возвращается Назад Три игрока Только в обороне Действуют Так что Оперативный простор Спартаковцы Имеют В то же время Сами не должны Лишить этого Простора Своего соперника Дан Дан Петреску Вот ему Как раз 21 год Второму номеру Цепкий Защитник Из-за Боковой Бросает Хозяева Поля Мяч в игре Но Судья Еще раз Просит Игрока Румынской команды Вести мяч За боковой Это Капитан команды Пятый номер Стойка Тоже игрок Сборной Румынии Но ему 34 года Пасулька Поточнее Поточнее Ребята Шестой номер Это Мостовой По штрафную Неплохо Было Задуманный Пас Надо было Послать Чуть повыше За спину Защитника Нарушений Не было Показывает Арбитр Шмаров Делал попытку Прорваться Индивидуально К воротам Лунга Опытный Голкипер Защищавший Ворота Тоже Известной Румынской Команды Университате Из краевой Мы Помним Этого Вратаря По предыдущим Встречам В официальных Международных Турнирах Наших клубов С командой Университате Ну вот Армейский клуб Пригласил В свои ряды И он Уже Несколько лет Защищает Цвета Этой Команды И входит В состав Спорной Румынии В первые Команды Провели Провели уже 13 минут В первом Тайме Чувствуется Быстрее Действуют Хозяева Поля Быстрее Перетают Мяч Быстрее Передвигаются У Спартакамца Все-таки За плечами Тяжелейшая Встреча С киевскими Динамцами Но Как сказал Николай Петрович В ее старости Я интервью Вам давал В начале Матча Успех Снимет Эту Исталость Я не говорю Конечно О результате Итоговом Этого Матча Желтая карточка За то Что Игрок Отбросил Мяч После Списка Арбитра Предупреждение Получил Румынский Игр Я имею Подразумеваю Под успехом Вообще Весь Ход Этого Поединка Имею Ввиду Качество Игры Спартака Неверно Сейчас Городеленко Сыграл В отборе Мяча Вкусная Замечание Молодому Спартаковскому Защитнику 19-летнему Футболисту Поосторожнее Надо действовать Точнее Точнее Это я Пытаюсь Уговорить Наших игроков Действовать Когда они Отнимают Уже Мяч У соперника Заканчивается 15-я Минута Первого Тайма 0-0 Пицурка Пас Налево Перевод Мяча На правый Фланг Родионов Можно Отдать Вперед Точно Опять Таки Точнее Хаджи Удар Отворот Георгий Хаджи 23 года Это Десятому Номеру Румынской Команды Игроку Румынской Сборной Вне игры Сразу Два Наших Игрока Оказались Йован Смячом Центральный Защитник Высокого Роста Футболист Но Мне Рассказывают Что Он Частенько Подключается К Атакам Своей Команды Когда Разыгрываются Стандартные Положения Свободные Штрафные Иногда Появляется Штрафной Соперника И При угловых Но В принципе Действует Срогого Пароне Спартаковцы Смячом Шмаров Передача Но Не готов Был Сейчас Посулька В общем-то Задуманом Конечно И в этой Ситуации Было Неплохо Простите Это Мостовой Был Но Мостовой Не был Готов Прием Меча Не вышел Еще На позицию Для того Чтобы Беспрепятственно Мяч Получить А В этой Ситуации Его партнер Поторопился Ротарю Мне Откровенно Говоря Не очень Нравится Как Наши Действуют В обороне На месте Правого Защиты Как бы Этим Не воспользовались Соперники Лекотуш Все в порядке Показывает Судья Все было По правилам Суслопаров Ожидал Мяча Надо было Выйти Навстречу Атаки Хозяева Поля Пока Подача Подача В 1947 В 1947 Был организован Клуб Тяуа В клубе В клубе Я думаю Я думаю Я думаю Это вам Интересно Конечно Спартак Мы хорошо Знаем Суслопаров Румынские Футболисты Хорошо Организуют Игру В обороне Часто Применяют Искусственный Оффсайт И спартаковцы Это знают Но все равно Уже Несколько раз Оказывались В положении Дней игры На этом И тем самым Срывались Их атаки Так что Надо быть Очень внимательным Особенно Тому игроку Который Дает пас Кузнецов Пасулька В середине поля Соперник Дает играть Спартаковцам Плотно Не держит Значит Надо только Действовать Точно Вот как сейчас Передача На правый фланг Можно ведь Принимает Центральную защиту Удар на себя Это был Евгений Кузнецов Передача Родионову Вне игры Родионов По мнению Арбитров Находился На одной линии Со щитником По правилам Это Оффсайт 0-0 Счет не открыт 20 минут Сыграли команды В первом тайме Вы смотрите Матч Розыгрыша Кубка Европейских Чемпионов В Пухаресте Местный клуб СТЯО Принимает Московский Спартак Получил Небольшое Повреждение Черенков Покинул поле Сейчас ему Оказывают Помощь Судья Сделал Замечание Черенкову Нет Откровенно говоря Трудно Объяснить В чем Вина Черенкова В этой Ситуации Во всяком случае Сейчас он Уже на поле И матч Продолжается 0-0 Кузнецов Не дотянулся До мяча Ну и румынский Футболист То есть дотянулся Но не сыграл Так как хотел И румынский Футболист Пробил мяч Мимо Ворот Хорошо играет Гальдиленко Перетача Мостовому Хороший пас Я это имел ввиду Ну вот Как не надо Пас играть Показывать нам Сейчас Родионов Иронизирует Потому что Опытный игрок Обнять В чем Надо дорожить В каждой Ситуации В каждой В противном случае Вот Начинавшаяся Атака Хозяев Поля Ошибается Спартаковцы Хаджи Знаете Против румынской Команды Играть Можно И увереннее И успешнее Если самим Наладить игру Самим Спартаковцам Свою Игру Петреску Хаджи Нарушение Правила Судя Усмотрел Что Суслопаров Задел Ногу Соперника После чего Тот Упал И назначил Штрафной Ворота Московского Спартака Прикинем На глаз Я думаю 22-23 метра По центру Почти по центру Досаев Дает показания Левый угол От него закрыть Стенкой Пять футболистов Стенки Там же Румынский Игрок Становится Стенку Старый Тот прием Нам Хорошо Известный Обычно Утар Наносится Своего же Игрока Тот уклоняется От утара И Братарь закрытый Таким образом От мяча Может пропустить Его Досаев на месте В принципе Так оно и было Пока все нормально Но вот Следует передача В штрафную площадь Румынские футболисты Атакуют Бубнов Мяч сильно посылает На правый фланг Там Шмаров Ну ему не надо Сейчас торопиться Сыграть надо В пас Вот же даже Подошел к нему Шалимов Черенков Шалимов Стойка Йова И пасульку Мостовой Кузнецов Горделенко Игра рукой Штрафной Пауза небольшая Сейчас Суслопаров Бьет на место Левого крайнего В направлении Шалимова У спартаковцев У друг Родиона То Шалимов Так оказывается Впереди В атаке Но пока что Не точная игра Пас Не дает возможности Спартаковцам Организовать Маломальские Хотя бы Одну приличную Комбинацию Которая бы После которой Понервничал Вратарь Ну вот сейчас Удар по воротам Тут варианты были Можно было Отдать мяч В толь ворот Там находился Родионов Посмотрите Ну Раньше Надо было Видели Чуть раньше Отказаться От мыслей Вторично Выграть соперника А быстренько Обработать И левой ногой Послать мяч В центр штрафной Ну если бы это удалось Проявлен высочайшим Минтерфор И Вовсник В голевой момент 0-0 26-ая минута Первого тайма Желтая карточка Нашему футболисту Да Строгий орбитр Росарио Лобелло Ну в общем-то Неизвестный Хорошо в футбольных Кругах Этот Судья Был на чемпионате Европы Щедр был На предупреждении Там Ну так вот Если о клубе Стяо 43 олимпийских Золотых медали Завоевали члены клуба За 40 лет Этого спортивного Армейского клуба 192 Чемпиона мира И Европы Победители Спартаке от Дружественных Армий В рядах Этого клуба Сейчас вот На летней олимпиаде В составе Румынской команды Вообще было 27 Представителей Круга Стяо На их счету 9 олимпийских Медалей Из которых 2 золотых 5 серебряных И 2 бронхи Вот так сказать Согласитесь Внушительные Успехи Этого Армейского клуба Ну а Футбольный клуб Футбольная секция Как заметил Один из руководителей Клуба Конечно же Самая популярная И В рядах Наибольшее число Членов 0-0 Матч из Тяо Спартак Безнецов Прехватают себя Обыгрывать Рубенские футболисты А дальше Дальше Наши надо играть Точно Родионов Хорошо Пас мостовому На месте Левого кранего Черенкова Открывается На месте Тоже Левого фланга Но Дарф Предпочитает Пасу Мостовой Иглкипер Начал атаку Стойка Пас На левый фланг На месте Правозащитника Никого не было Страхует Зону Правозащитника Суслопаров И удар Отворот Ну В принципе Конечно Если говорить Строго Нет смысла Держать В обороне Лишнего Игрока Если Соперник Играет С двумя Нападающими Три против Нормально Но В этой ситуации Конечно Надо быть Свободному Защитнику Очень Внимательно Кто из них Оказывается В данной Ситуации Суслопаров Или Бубнов Тот И Должен Страховать Фланги Обороны Я имею ввиду Родионов Кузнецов Пасулько На коротке Разыгрывает Комбинацию Спартаковцы Но У них Это Не Получается Защитники На Чекубере Бубнов Гуснецов Кределенко Родионов Неуверенно Встреча Встрече Встречи Матч Стявова Спартак В розовом Шоколе Чемпионов Счет Неоткрыт Шаримов Хаджи Хаджи Отпустил Потому что Пиццурка Находился В выгоднейшем Положении Спартаковцы Еще было И броска В ноги Не получилось Беспрепятственно Передал мяч Площадь Ворот Румынский Футболист И Никто Из Спартаковцев Не сумел Помешать Сопернику Послать Мяч В сетку Ворот Думитреску Я просто Еще раз Уточняю Здесь Подумал Что Думитреску Оказался Раньше У мяча А вот Думитреску На 33 Минуте Добивается Успеха Спартаковцы Проигрывают 0-1 Удар Издали Досаев Кончиками пальцев Дотягивается За мяча И отводит Угрозу Хорошо Сыграл Наш вратарь 1-0 Впереди Тяо Вот так Одна из Фланговых Атак Хозяев Поля Увенчалась Голом Вроде бы Ничего такого Опасного Поначалу И не было Сходу Билстойка 1-0 Ну конечно Здесь все Пытались Строить прогнозы Относительно Исхода Этой встречи Просто таки Допытывались У игроков И тренеров Обеих команд Ну какой же Счет все таки Будет Кто победит Конечно же Болельщики Стяо Ставят Свою команду Поклонники Спартака Сюда приехали Болельщики Спартаковского Клуба Туристы Их немного Но тем не менее Они есть Конечно же Верят В то что Спартаковцы Выступят Успешно В этом Поединке Спратегия Вот этих Двух матчевых Поединков В европейских Турнирах И определяет Тактику В каждом Отдельном Матче Не проиграть На поле Соперника Максимальная Так сказать Сотача Супер Максимальная Выиграть Если все Получится Хаджи Поворотом Губнов Отбивает Мяч Стойка Йован Опасная Игра Свободный Как будто бы Темп матча Не высок Но вот все-таки Территориальное Преимущество На стороне Хозяев поля И Они чаще Атакуют Чаще Владеют Мячом Ошибаются Тоже Так же Как и Спартаковцы Но вот Все-таки Все-таки Преимущество Имеют Футболисты Стяо Хаджи Удар Издали Гасаев Забирает Мяч В руки Мяч Попал в ногу Спартаковского Игрока Попал в ногу Потеряв Потеряв силу Оказался В руках Досаев Родионов Петреску Преимущество Хозяев Объясняется И тем Что Спартаковцы Частенько Мяч Теряют Не точно Играет Это Каждый раз Новая Атака Соперника Значит Он владеет Инициативой Значит Надо снова Отбирать Мяч Тратить силы Удар Издали Ох Какой Опасный Удар Хаджи Нанес Мне как раз Рассказывали Что Удар Их Очень Опасный Ему Одинаково Бить Что С дальней Дистанцией Что Близкой С близкой Причем Владеет Ударами Как левой Так и Правой Ногой Нарушение Правил Штрафной Выполня Спартаковцы Один Ноль Впереди Клуб Стяу Что Там Городиленко Ведет Мяч В игру Штрафной Бьет Родионов И Родионова Наказывает Судья Показывает Что Тот Играл Не по Правилам Сыграл Опасно В борьбе За мяч Белотедичи Очень талантливый Футболист Защитник Центральной Изборной Румынии Дубостял Шестой Номер 24 года Родионов Родионов Пас Пасулька Точенько Надо было Сейчас И остановить Четко Мяч И точно Действовать Дальше Илюжно Носить Утар Поворотом А сзади Находился Партнер Контратака Хозяев Поля Лека Пуш Хорошо Играет Лека Пуш На Правом Банке Угловой Хозяева Поля Шесть минут Остается До окончания Первого Тайма Спартаковцы Проигрывает 0-1 На 33 Минуте Гол Забил Думитреско Стойка Хаджи Петреско Йован Отдает Мяч Лекатушу Хаджи Ротарио Снова Ротарио Белодедич Йован Лекатушу Лекатушу Уже На правом Банке Техничный Новый Игрок Стойка Лекатушу Хаджи Белодедич Все Все В порядке Можно Продолжать Атаку И С мячом Мостовой Пасулька На месте Центрального Нападающего Передача Следует Кузнецову Кузнецову Идет Вперед И легко Расстается С мячом Родионов Идет Родионов Идет Идет Пасульков Вы знаете В центре Выиграть У Центрозащитников Стяо Очень сложно Во-первых Хорошо прыгают Все Высокого роста Цепкие Защитники Практически Это все Оборона Сборной Румынии Ротарио Удар Издали Суслопаров Принял мяч На себя Суслопаров Чаренков Пасулька Родионов Черенков Родионов Толкнул соперника Зазар свисток судьи и три минуты до окончания первого тайма 0-1 спартак проигрывает в бухаресте футболистом с тяуа мгуряну хаджи обратили внимание как много перебищем работает все таких игрок десятый номер много перемещается по полю сути дела через него вся игра идет и сам способен нанести удар с любой дистанции кузнецов иначе направо вам шмарова не в ту сторону говоря футбольным звуком закручивал мяч спартаковец отдавая его шмарову мяч должен был прийти к шмарову а не уходящим пасом надо было посылать мяч вперед в этой ситуации игроки овладел мячом и вот атака снова хозяев поля петряску достая выбивает центр обороны там ни одного его товарища по команде пас назад штрафную на первый взгляд спартаковцы спокойно играют но проигрывает 0-1 больше времени проводят в обороне удар от ворот суслопарова выполнил удар пасулька мостовой родионов пасулька пас на правый фланг спартак в атаке угловой спартаком справа фланга черенков это сделает пять игроков спартака в штрафную площадь и и вижу что слопаров пошел в штрафную площадь умеющий сыграть головой ну-ка подача вратарь выходит из ворот вратарь высокого роста примерно почти метр примерно почти метр девяносто хаджи демонстрирует технику остановки мяча диагонального паса смотрите метров на сорок точного в атаке хозяева поля спартака пока нанести удар не дают лекатуш заканчивается первый тайм нарушает правила мостовой подбегает место нарушения судья мостовой показывает что он ничего такого не сделал борьба была за мяч обычная судья тем не менее внушение на всякий случай спартаковцу сделал вот посмотрите уже сорок шестая минута идет на топло хаджи демонстрирует просит мячиться боковой петришку демонстрирует 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 опасно удар молодец ах какая умница на последних секундах парировал опаснейший удар хозяев поля и спас свою команду и в это время уже прозвучал свисток арбитра первый тайм закончился спартаковцы проигрывают 0-1 гол забил Думитреску перерыв 3